Во-первых, я в восторге. Я поздравляю истинно поздравляю всех, кто это сделал. Президент Зеленский говорит, что это не Украина. Очень редкий случай, когда слова президента Зеленского не вызывают у меня полное доверие. Потому что я не очень понимаю, кто еще мог это сделать. Я их поздравляю. Ассады у меня вот такие. В декабре 1941 года по приказу товарища Сталина эскадрилья советских бомбардировщиков долетела до Берлина и сбросила бомбы на Берлин. Когда все было плохо, когда война проигрывалась и так далее, тем не менее он это сделал. И это было хорошим сигналом товарищу Гитлеру, что ты вообще, парень, не думаешь, что тебя не достанет. Тебя тоже достанет. Это очень похожая вещь. Кроме того, это похоже на посадку Матиас Руста на Красной площади. Это демонстрирует полное отсутствие ПВО в России. Просто полное отсутствие. Потому что пропустить два летательных аппарата с боекомплектом к Кремлю, это надо, чтобы ПВО не было вообще. Ну и, конечно, это подготовка к контрнаступлению. Это же не только слабость России, это сила противника. А я радуюсь этому потому, что я убежден в том, что военная победа Украины, она в интересах России. Она не в интересах Путина, она в интересах России. Интересы Путина, интересы России давно разошлись. Дело в том, что все, что можно сделать, он уже делал. То есть представить себе, что у него есть что-то в загашнике, чего он не использовал, а вот теперь он это использует, я в это не верю. Вот. Использованного ядерного вооружения, о котором вы сейчас сказали, я думаю, что его сдерживает от использованного ядерного вооружения не отсутствие повода, а его сдерживают какие-то другие вещи. Либо обещанные Западом, ну это, разумеется, чистая вода и спекуляция, обещанные Западом реакции, вот, или там его представление о том, какие могут быть эти реакции. Например, одной из возможных реакций является то, что его найдут в его бункере. Вот. Просто вот найдут и уничтожат за использованием ядерного оружия. Вот. Либо его сдерживают понимание того, что никакого ядерного оружия нет. Оно проржавело, что все это уже давно не летает. Или его может сдерживать понимание того, что этот приказ не будет выполнен там, ну и так далее, да. Вот. Но в любом случае, я не думаю, чтобы вот эта атака на Кремль, чтобы она увеличила всерьез вероятность ядерной войны. Одно из очень немногих вещей, которые сделан Советский Союз, это он принял максимально активное участие в уничтожении гитлеровского режима. Это действительно очень хорошее дело, и поэтому 9 мая 1945 года, и вообще 9 мая, это действительно знаковый для нас день, важный, хороший очень день и так далее. Они своей этой лицемерной болтовнёй, они этот день перечеркивают. Они уничтожают праздник 9 мая на самом деле, они перечеркивают ту победу. Потому что ничего подобного, конечно, здесь нет. Здесь, к сожалению, стыду нашему в этой войне, в этой войне аналогом Гитлера и гитлеровского государства выступает Российская Федерация аналогом Вермахта. Выступают именно вооружённые силы России, а вовсе не вооружённые силы Украины. Это вооружённые силы России вторглись на чужую землю. Это они там несут разрушение и смерть. А украинцы защищаются так же, как они защищались, между прочим, в 1941-1945 в составе Советского Союза. Для Украины это действительно реинкарнация той страшной войны. Это правда. Для Украины. Для нас это, к сожалению, мы играем роль Гитлера в этой войне. И как меня радовало поражение Гитлера, естественно, точно так же я желаю поражения новому Гитлеру. Кого, как выразилось, косплеит Владимир Владимирович, мне кажется, одновременно и Гитлера и Сталина. Вообще то, что мы сейчас имеем, это такая отвратительная смесь Третьего Рейха и Великого Октября. Они вместе существуют сейчас. И от этого совершенно невозможно дышать, конечно. Гитлеровские практики, гитлеровские идеи очевидным образом используются. Например, на нас напали. Это ровно то, что сказал Гитлер, когда вторгся в Польшу. Вот ровно это он сказал. Бомбежки городов для того, чтобы население устало и потребовало капитуляции. Когда Гитлер бомбил британские города, то кто-то из его приближенных сказал, что британское руководство вполне может мгновенно прекратить страдания своего населения. Для этого надо просто пойти навстречу с определенным требованием Германии. Ровно то же самое сказал Песков по поводу вот этих чудовищных и варварских бомбежек украинской земли. Так что это и Гитлер, и Сталина одновременно. Никакого раскола нет. Раскол есть и проблемы в взаимоотношениях между несколькими людьми, каждый из которых претендует на то, что он самый главный. Ну, это естественно, пускай они между собой ссорятся, какая разница. Значит, вот конференция в Берлине, на которой я имел удовольствие быть сейчас, там было порядка 200 человек. Я не видел никакого напряжения между людьми, которые собрались там. Абсолютно никакого. Совершенно. А если несколько грандов ругаются между собой, то кому это мешает? Я думаю, что режим этот, путинский режим, не может долго существовать. Силу своей бессмысленности, лицемерности, непопулярности, отсутствия какой-то идеологии внятной и так далее. Вот я думаю, что он долго существовать не может. А как быстро будут продвигаться вперед украинцы, я не знаю. Я только полностью на их стороне.